Уже в седьмой раз губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает с ежегодным обращением к жителям Московской области об итогах и целях, прорывах и успехах, задачах и вызовах. Открыто, емко, откровенно. Нерешенных задач остается множество, это факт, но и сделано уже немало. Важно продолжить движение вперед. Как сказал президент, вниманием, заботой доказывать свое лидерство. Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет жизнь человека к лучшему, когда каждый чувствует неравнодушное отношение к своим проблемам, может конкретно сказать, что сделала власть в его дворе или городе. Диалог власти с жителями позволит сделать прорыв во всех сферах жизни – экономике, здравоохранении, образовании, строительстве, культуре и спорте. Ключевыми моментами выступления Андрея Воробьева стали рост экономики, привлечение инвестиций, повышение доходов людей. В зоне особого внимания – социальная политика. Предлагаю ввести региональную поддержку только для семей, у кого родился первый ребенок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья наших новостройок. Средняя квартира в Подмосковье стоит 4-4,5 миллиона рублей. Наша помощь, если говорить о деньгах, будет составлять порядка 1,5 миллиона рублей. Это оплата процентов по кредиту. Разработаны меры дополнительной поддержки для одной из самых уязвимых категорий жителей – одинокопроживающих пенсионеров старше 65 лет. С 1 мая к их пенсиям ежемесячно будет доплачиваться 1000 рублей. А еще в этом году станет меньше обманутых дольщиков. Были названы проблемные объекты, которые достроят и ведут в эксплуатацию в ближайшие 12 месяцев. Среди них и 5 домов жилого комплекса «Булатниково», расположенного в нашем муниципалитете. Отрадно было услышать, что по нескольким направлениям поставлена задача и есть гарантированная уверенность о том, что должно случиться. Это и введение детских садов, это и достройка нескольких объектов так называемых проблемных дольщиков, это школы, это больницы. Эффективная работа под девизом «Чуткая власть» – такой основной приоритет на 2020 год. Планы и задачи сформулированы на основе просьб жителей, которые они озвучивали во время встреч в разных муниципалитетах и размещали на портале «Добродел». Уже давно этот ресурс является лакмусовой бумажкой основных пожеланий и требований граждан. Основной из важнейших задач, которую поставил перед главами, перед администрацией, перед советом депутатов муниципалитетов наш губернатор – это быть, безусловно, ближе к людям, слушать и слышать наших жителей. Также в обращении губернатор упомянул Видновский дом малютки. Сейчас в одном из корпусов идет реконструкция, но уже скоро его двери распахнутся. Депутат Московской областной думы Владимир Жук держит руку на пульсе. «Там работа уже завершается. Я думаю, что к концу весны они будут уже завершены, и этот объект будет введен в эксплуатацию. Мы его постоянно мониторим, смотрим, что происходит, если какие-то проблемы, помогаем, а это бывает такое. Поэтому один из объектов, который будет введен на Московской области – это Видновский дом ребенка». Послание продолжалось более часа и стало для всех муниципалитетов руководством к действию. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.